Как ты хочешь отдать семью? Она может преобразить жизнь человека, с которым ты хочешь соединить свою жизнь, значит твоя семья будет счастливая. Но я могу вспомнить, что один замечательный протеерей, он и ныне здравствующий, когда был юношей, это хрущевские времена, полюбил молоденькую прекрасную девушку. Из неверующей семьи, очень хорошая семья, очень хорошая. Но тогда времена были атеистические, и как-то получалось, что эти атеистические представления очень прочно внедрялись в голову, причем людей просто замечательных. Вот они искренне заблуждались. И вот девушка из семьи неверующих родителей, любящих и друг друга, и ее, но совершенно неверующие, для которых вера казалась чем-то противоестественным. Вот между ними возникла такая дружба и глубокие чувства. Отношения, конечно, чистые, все хорошо, но встал вопрос о том, значит, вот о женитьбе. Но жениться на неверующий, даже некрещеный, невозможно для верующего молодого человека. И девушка настолько его полюбила, чтобы, значит, уникла и в православие, и готова принять крещение. Но родители, когда узнали, они просто ужаснулись, просто ужаснулись, пошли в школу, вот вырвать девушку из вот этого, как тогда называли, опиума для народа. Вот, значит, у нее подружки, они все комсомолки, активные, две подружки, значит, стали отстаивать вот свою подругу, вырывать ее из, значит, этих самых лап мракобесия, как тогда говорили. Но вот в результате все три стали верующими, все три вышли замуж за верующих людей, вот эта семья состоялась, вот, и у них много и детей, и много внуков. Но это вот говорит о силе веры вот этого молодого человека, который впоследствии стал священником, очень широко известным. Если ты не дрогнул, не проявил какого-то нетерпения для тебя, вот есть самое важное, вот любовь к девушке важна, и стремление создать хорошую семью очень важно, но есть самое важное – верность. Христу верность церкви, она окупается старицей. И такие примеры, редкие и нередкие, но они есть, и это говорит о том, что если ты действительно веришь, то ты же с Богом. Если Бог с нами, кто против нас? Значит, вот у нас такой вот, как бы, ну, комплекс неполноценности, если вот это же вот как раз религиозная, антирелигиозная пропаганда. Верующий, значит, слабый – это ложь. Это ложь, но она очень богорочно укрепилась в нашем сознании. Так вот, верующий вовсе не слабый, а если Господь с нами, то кто против нас? Значит, и наше дело правое, победа будет за нами, вот это и бывает.